Перед тем, как нанести ему удар, первое, он ему говорит, я привез тебе подарок от своего брата и наносит удары ножом. Те, кто должен вернуть вам долги, они точно так же будут приходить к вам для того, чтобы вернуть вам эти долги. Так, давайте начнем этот эфир сразу с, по сути, главного события в чеченском сегменте интернета. Сегодня в Чечне было совершено преднамеренное убийство. Видео вы наверняка уже видели, не только по чеченским, по различным каналам оно ходит. Молодой человек подъезжает на машине к какому-то дому, выходит, сначала вроде бы дружелюбно общается со взрослым мужчиной, а затем внезапно начинает наносить ему удары ножом. И все это происходит при ребенке, при мальчике. Очевидно, это сын убитого. И я, конечно же, умышленно не стал публиковать это видео. Я думаю, это кадры тяжелые, учитывая, что свидетелем этого стал сын этого убитого человека. Сразу же появилась версия, что это была реализация кровной мести. И из содержания самого видео, действительно, ты приходишь к такому выводу, что это, скорее всего, месть за убитого брата. Потому что он во время разговора с этим мужчиной, убитым, перед тем, как нанести ему удар, первое, он ему говорит, я привез тебе подарок от своего брата. И наносит удары ножом. И поэтому, естественно, все сразу подумали, что когда-то, наверное, этот человек убил его брата. И он его в отместку, значит, убил. Но появились после этого уже и другие версии. И сам этот, якобы этот парень записал, после того, как он убил, записал аудиосообщение, в котором он объясняет причины. Установить подлинность этой записи, ну, пока не было на это времени. И из того, что он говорит, уже создается впечатление, что там вообще нет, в этой истории нет никакого брата, что там какая-то история с колдовством, связанная с демонами, бесами, с порчей. В общем, какая-то очень странная и непонятная история. Я поэтому не спешу какие-то версии на эту тему выдвигать. Вообще считаю, что, очевидно точнее, что это не политическая тема. Это никак не связано с какими-то политическими убеждениями, с какими-то организациями. Это такая чисто история, которая чисто между вот этими двумя семьями теперь. И то, что свидетелем всему этому оказался маленький мальчик, сын этого убитого, это очень неприятный, очень тяжелый на самом деле момент. Как бы там ни было, наличие этого пацана должно было, конечно же, остановить человека. Потому что этому мальчику теперь нужно жить с тем, что он видел. Когда у тебя на глазах убили твоего отца, и ты не мог вообще никак вмешаться, помочь. Это очень серьезный стресс, и это вообще травма на всю оставшуюся жизнь. Поэтому жалко на самом деле этого мальчика. В общем, как бы там ни было, это их внутренняя ситуация, в которую я считаю, что неправильно вообще там ссувать нос, пытаться в этом что-то там расследование какие-то делать. Это абсолютно не наша тема. Так как это не связано с какими-то политическими там или иными вещами. И я не знаю, действительно ли у этого парня с головой что-то не в порядке, он его там бес попутал, или действительно там какая-то история с скромной местью. Я пока не могу об этом говорить, да и не хочу, наверное. Я хочу лишь пожелать этим людям разобраться с этой ситуацией наилучшим образом, насколько это сейчас можно желать. Но эта история натолкнула меня и должна натолкнуть всех, кто это посмотрел, особенно представителей вот этой вот оккупационной власти, различных преступников, которые пытают, которые убивают, на чьих руках кровь. Вот у вас всех это должно натолкнуть на мысль, что в один прекрасный день к вам придет вот такой вот человек, тоже, возможно, красиво, вежливо с вами поздоровается, справится о вашем здоровье, состоянии, пожелает вам что-то хорошее, и внезапно нанесет удар, либо как-то иначе, выстрел там или еще что-то. То есть это видео, это никак не связано с теми взаимоотношениями, которые между этими людьми, но это демонстрация того, как это происходит. Ведь на месте этого человека завтра окажутся реальные преступники, на чьих руках реальная кровь. И те, кто должен вернуть вам долги, они точно так же будут приходить к вам для того, чтобы вернуть вам эти долги. И точно так же, возможно, где-то кто-то не посмотрит на то, что там ребенок это все видит. Понимаете, к сожалению, не все люди гуманные, не у всех хватает вот этого вот момент адреналина, а человек, пришедший для того, чтобы совершить подобное, он находится на взводе, там адреналин просто на бешеном уровне. И не у каждого хватит овладевания собой, чтобы в какой-то момент там остановиться. Поэтому это хороший повод для вас задуматься. Подумайте о том, как это может обернуться для вас завтра. Очень тяжелая ситуация. Я несколько словно в чеченском языке скажу родственникам, и стою с другой стороны. Аллаха декан стадерзу дойл, шоу-кан истилырга. Чоу хал сурту из. Ваен хагинак. Цига бог и херцейдон шоу шеш кастеру, иншааллах, ваедину му бог бусолгдиня. От херц волчу, херц волчу, ши хақ, ваен хақ, ваен хақ, ваен хақ. Субтитры создавал DimaTorzok